13.05 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаил Шевелев. Михаил, добрый день. Светлана, добрый день. Вот нам тут подкинули новостники, материальчик, который сегодня опубликовал РБК. Число, считающих себя средним классом, сократилось на 14 миллионов человек. Речь идет об индексе Иванова. Называется индекс так по самой распространенной фамилии в России, где сами люди, причисляющие себя к среднему классу, говорят о том, как они живут. До сих пор они в среднем классе или уже за чертой пониже. Это, наверное, самый правдивый и честный подход, потому что до сих пор ученые не определили, кто же есть в среднем классе. Да, ну давай я несколько для наших слушателей назову критериев. Во-первых, опрос Сбербанка проводился среди 2 миллионов 300 тысяч россиян со средним уровнем дохода в возрасте 18-65 лет в 164 городах с населением более 100 тысяч человек. Средний уровень дохода сейчас исчисляется в районе где-то около 33 тысяч. Вот так. Ну то есть вот это 33 тысячи и 63 рубля. То есть вот этих людей мы имеем в виду, у которых не меньше. А вот. Так вот, таких людей на 14 миллионов человек стало меньше. О чем это нам говорит? И каким выводом пришел Сбербанк? Ну, во-первых, насколько я понимаю, исследование проводил сам Сбербанк. Да, он проводит это ежеквартально. То есть, соответственно, у Сбербанка есть определенные цели. Я почему это вставлю в угол в угла? Потому что мы тоже проводили неоднократные исследования. И я представляю, что человек, составляющий определенный, скажем, такой вопросный лист, либо вообще заявляющий исследование, он формулирует, ну, скажем так, задается задачей получить ответы на некоторые вопросы. И, собственно говоря, у него есть гипотеза. Я думаю, что в данном случае нужно смотреть на следующее. Во-первых, так как проводил сам Сбербанк, то, скорее всего, он использовал для этого свои собственные силы. Соответственно, опросы проводились где-то в местах, так или иначе связанных с Сбербанком. У нас все места так или иначе связаны с Сбербанком. Ну, как минимум, все, которые связаны с Средним классом. И, таким образом, Бербанк в результате поставленных вопросов и полученных ответов понял, что люди стали чувствовать себя более бедными. То есть это вот самый основной вывод, который, собственно говоря, я бы взял на вооружение. Кстати, насколько я помню, неделю-две назад Кубербанк как раз объявил о том, что снижаться вся, скажем так, ставки по всей линейке кредитных продуктов, ну, как раз с точки зрения потребления. То есть я думаю, что вот это вот исследование как раз и стало первоисточником для принятия такого масштабного решения. Значит, они исследовали, потом они снизили ставки потребительских кредитов, а потом опубликовали исследование. Ну, потом, наверное, появился некий доступ у РБК к этим материалам. А так как это журналисты, они любят такие, ну, достаточно интересные, они живы на... Вообще цифры не любят все. Это самое, наверное, правильное, что можно анализировать, потому что цифры, ну, сложно их обманывать, есть факты. Вот. И, соответственно, да, вот по такой линейке, по такой, ну, там, алгоритму до нас эта информация дошла. В принципе, вот, если честно, как бы у меня, она не вызывает никакого отражения, да, то есть, может быть, процент 14, мне понравилось, когда нам сказали, да? Это 14 миллионов человек, а сокращение с 61% в 2014 году до 51% в нынешнем, то есть у нас 51% населения причисляет себя к среднему классу. Вот мне понравилось самое ключевое слово сокращение, ну, то есть сократилое, да? Я думаю, что вот это как раз те люди, которых сократили, либо которому резали заработную плату, либо сократили рабочий день, то есть они почувствовали свою, скажем так, ну, что ли, не то что незащищенность, а увеличение рисков, связанных с безоблачным завтрашним днем. А знаешь, какие основные риски как раз опрошенные отмечают? Какие? На первом месте стоит инфляция, на втором месте коррупция, и только на третьем месте безработица. Вот это очень интересно. Вот второе место коррупция по результатам исследований, проведённого в Бирбанке, вообще интересно, кстати, да, вот меня спросили, да, у меня доходы упали, да. Я чувствую себя, скажем так, ну, пока из среднего класса, надеюсь, я не вылетел, вот, но на самом деле вопрос коррупции у меня в голове не стоит. И если его брать, то очень интересно становится некий средний портрет. А знаешь, может быть, какой вопрос задаётся? Что вы считаете основным фактором, какими вы считаете основные факторы, которые мешают вам быть уверенным в том, что и завтра вы будете в среднем классе, в этой стране глобально? И тогда ты уже начинаешь глобально задумываться. Не то, что Михаил Шевелёв ходит и даёт там взятки направо-налево, чтобы держаться в среднем классе, а вот глобально что в стране мешает? Вот они и подумали. Ну, я согласен. Просто мне интересно тогда вот те 2 миллиона респондентов, как бы 2,5 миллиона почти, да, потому что, ну, реально, вот если брать там такую коррупцию, которая, ну, вот, соответственно, скорее всего, те платежи, которые, ну, скажем так, не то что законом не предусмотрены, но считаются несколько надуманными и обязательными. Вот если под этими платежами понимать коррупцию, да, то есть тогда, да, я думаю, что вот эти платежи, они, ну, действительно, серьёзно напрягают как раз средний класс, потому что денег нет, собственно, если ты хочешь жить немножко получше, ты должен день заплатить, должен день заплатить, должен день заплатить, должен день заплатить. И, как бы, вот в этом аспекте, как бы, коррупция, она, естественно, воспринимается, ну, совершенно так, обременительно, я бы сказал. А в глобальном аспекте? Ну, а какой глобальный аспект? Вот у тебя возникает слово коррупция. Имеется в виду, когда люди начинают вспоминать, что загребают высокопоставленных чиновников с огромными денежищами. Согласен. Да, служащих внутренних органов с огромными денежищами. То есть это же мы всё вот видим, правда? Да, то есть, с одной стороны, когда нам говорят, денег нет, нас напрягает то, что и у нас денег нет, а с другой стороны, нас напрягает то, что, когда нам говорят, денег нет, то рядом по телевизору... Оказывается, человек, у которого там все деньги одного из банков хранятся там, правильно? Да, да, да. А который выступал против коррупции. Да, да. Ну, вот это, конечно, в зависимости от формулированных вопросов, тогда, конечно, могло быть достаточно действенным на респондентов вопросов. А как по твоим ощущениям, если бы ты примерял на себя этот индекс Иванова, как ты считаешь, какое у нас движение будет в дальнейшем, хотя бы в перспективе полгода-год в отношении среднего класса? Мы с вами были неделю назад на одном мероприятии, да? Можно даже озвучить на каком. Вот это, ну, собственно говоря, клуб никаких экономистов-энтузиастов, которые... Экономисты должны быть энтузиастами. Да, энтузиастами. Не отрывайте. Ну, на самом деле, такие философские разговоры о том, каково будет... Ну, просто-напросто прогнозировать, как мы завтра будем развиваться. То, вот, что интересно, на ближайшие полгода каких-либо резких колебаний никто из присутствующих, а их было порядка 10 человек, либо, ну, как бы, достаточно интеллектуальных, эрубированных людей, не спрогнозировал. То есть я, может быть, наиболее, скажем, таким резким был и эпатажным, да? Ну, у меня там немножко другая задача стояла, то есть людей расшевелить, и тем не менее... Да, в этом случае экономисты выступили не как энтузиасты, а как реалисты. Как реалисты, да. То есть они очень, скажем так, консервативно подошли к тому, что... Ну, и, в принципе, ожидание, что на сегодняшний день наше руководство как страны, так и региона планирует в большей степени сдерживать, ну, скажем, какие-то негативные факторы, нежели развивай, вселяя некую уверенность в том, что всё будет, ну, становиться достаточно медленно хуже. Ну, то есть и в этом плане за полгода, если брать, то каких-то серьёзных, наверное, изменений ждать не приходится. Тем не менее, психологически, вот если рассматривать, да, то, конечно, тренд, он, скорее всего, существует вниз, нежели вверх. Да, я напоминаю, что это особое мнение Михаила Шевелёва, руководителя Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа». Мы продолжаем. Я задам тебе вопрос, который уже вчера знакомому тебе спикеру задавала, Константин Укропанев, ну, интересно твоё мнение. Кировская область собирается войти в акционеры Коми «Авиатранс». По крайней мере, такие намерения были высказаны, это было опубликовано на сайте правительства Кировской области. Как ты оцениваешь перспективы этой сделки, финансовые, социальные, политические? Финансовые, второе, что? Социальные. Социальные. Политические. Потому что у нас ведь, оказывается, промпад в Ветских Полянах строили, чтобы решить социальную проблему, понимаешь? Там речь уже не шла о финансовом. Впрочем, да, из-за... Я думаю, что там... Может быть, здесь что-то тоже такое? Процент, как сказать, безработицы снизился на положительную вещь. В Ветхополянске пока там не работают. Ну, ничего. Так, что касается... Давайте так. Значит, первое, что я бы здесь сказал. Мне очень, скажем так, непонятно вектор траты бюджетных средств на дорожное и транспортное хозяйство Кировской области. Могу сказать следующее. В Кировской области еще 7 лет назад была принята так называемая программа социально-экономического развития Кировской области до 2020 года. И там раздел транспорт существует, в общем-то, по определению и обязательно. Так вот, там было указано, что в Кировской области должна быть разработана транспортная стратегия, то бишь комплексный подход к тем или иным аспектам развития транспортного хозяйства. Оно ведь у нас немаленькое. У нас есть городской транспорт. У нас сейчас обсуждается там, условно говоря, там, железнодорожный транспорт, там, наземного метро, да, там, объединяющего. Кирово-Слободское. Да. У нас есть большие вопросы, связанные с пассажирскими перевозками внутри области, в районах. И вообще, право, скажем так, гражданина перемещаться, оно у нас, к сожалению, недостаточно реализованно. Так вот, в этой стратегии каких-либо расходов, связанных на дополнительное развитие межрегиональных перевозок, я вообще не нашел. И я не понимаю, почему они возникли в разговоре. Сейчас прижаемся на одну минуту, а продолжим еще обсуждение вопроса вступления Кировской области в акционеры Коми Авиатранс чуть позже. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаил Шевелев сегодня высказывает свое особое мнение. Мы говорим про Коми Авиатранс и остановились на том, что, ты сказал, Ами, что ты в транспортной стратегии развития региона не увидел такой статьи, как развитие межрегиональных или внутрирегиональных авиаперевозок. Межрегиональных авиакомпаний. То есть, ну, на самом деле, во-первых, транспортной стратегии так и не появилось, к сожалению. Вот как бы и поэтому появление этого вопроса задает, ну, скажем так, вообще Виктор подумает, откуда у нас это вообще появилось-то. То есть, ну, тут единственное, к сожалению, что приходит из-за непрозрачности или, там, скудности информации в этом вопросе, это то, что наш губернатор Васильев так или иначе с Коми республикой связан. Временно исполняющий обязанности. Временно исполняющий, да, обязанности губернатора. То есть, он так или иначе связан. Он представлял в Совете Федерации республику Коми. Я думаю, что там вот эти вот отношения, они, ну, сохранились. И в данном случае, к сожалению, скудность информации по этому вопросу не даёт, ну, вообще вот так, экспертность предположить, какие выгоды даст нам вот этот проект. Вместе с тем, что у нас есть куча проблем, также на других, скажем так, фронтах. И в первую очередь, это внутри областных перевозках, скажем так. То есть, тут требуется достаточно серьёзное вливание, либо изменение стратегии в части, например, работы тиров пассажиров автотранса. То есть, изменение, возможно, подходов к муниципальным перевозкам. Потому что, вот, пока мы ездили тут два месяца по районам, то вопросов, связанных с внутри районными перевозками, ну, практически на каждом собрании они возникали. И чтобы их решить, приходилось, в принципе, ездить с самим главным районом и объяснять, то есть, как это можно подойти. Причём там всё происходит в ручном режиме. И это не совсем правильно. А мы говорим о том, чтобы влиться в компанию, которая, у которой, по-моему, 6 или 7 есть аэропортов на территории Коми-Республики, в которой едет, ну, достаточно большой, насколько я понимаю, парк... Вертолётов, прежде всего. То есть, ну, грузовых, грузовых воздушных судов, скажем так, да. Санолётов у них не так много. Ну, грузовые воздушные суда. То есть, там на сайте, по крайней мере, я зашёл на сайт, посмотрел, что-либо о развитии пассажирских перевозок и вообще информации, раскрывающей, скажем, такую, ну, такую стратегическую составляющую, её практически нет. А как ты думаешь, нам вообще эту стратегию озвучат когда-нибудь? Вот, вселяют надежду подходы. То есть, вообще, подходы в том плане, что есть некий пересмотр стратегических элементов, там, инвестиционные, предпринимательские политики, там, ну, есть желание... Сейчас мы продолжим этим вопросом. Хорошо. То есть, есть вот какие-то вот такие вот направления, когда хочется обозначить вектор и хочется обозначить в этом векторе какие-либо элементы цифрового характера, да. То есть, мы должны достигнуть вот таких-то, таких-то показателей. Да, давай мы немножко резюмируем всё-таки по этому вопросу. Вступление Кировской области в договорённость с Коми-Авиатранс или с любой другой авиакомпанией, потому что декларируется, что и с другими авиакомпаниями ведутся переговоры. Это что такое? Это перспективное направление или нет? На мой взгляд, на сегодняшний день это некая соседская помощь. И я считаю, что оказание такой помощи должно быть чётко выгодной для Кировской области. То есть, эти выгоды должны быть чётко озвучены для общества. В чём выгода наша? И вот в этом ключе, в этом аспекте, конечно, это имеет право на существование. Любое предложение, любое развитие, любое действие, мы, конечно, имеем право на существование. Ну, мы с тобой должны продолжить эфир, как я и обещала, обсуждением вопроса по инвестиционной политике Кировской области. Игорь Васильев также решил заняться реорганизацией организации, которая занимается привлечением инвестиций и помощи малому и среднему бизнесу. Ты видел, наверное, эту новость, она уже не очень свежая, недельной где-то давности, но тем не менее, возглавлять будет комитет Мищенко, заместитель Васильева. Будут меняться подходы. С чем это связано, ты считаешь, и на что направлена будет деятельность этого комитета? Ну, если честно, как бы самой новости, так скажем, содержательного характера, кроме того, что создаётся рабочая группа во главе, я не нашёл. То есть, и, соответственно, понять, какие именно структуры подлежат реорганизации, и, в общем-то, цели этой реорганизации, я могу о них только догадываться. Реальность такова, что, если тематично смотреть на этот процесс, то есть желание более эффективно расходовать бюджетные средства на поддержку предпринимателей. Ну, это заявляется в декларации, конечно. Что значит более эффективно? То есть, я полагаю, что те инвестиции, которые в предпринимательскую среду происходят, должны, как бы, с другой стороны, иметь плюсы для нашего бюджета, то есть консолидированного бюджета Кировской области. С этой позиции, конечно, например, нужно рассматривать каждую структуру, то есть фонд поддержки предпринимательства. С одной стороны, он несет достаточно позитивную, на мой взгляд, и хорошую идею, связанную с тем, что дает возможность предпринимателям, занимающимся в реальной секторе экономики, в торговой сфере, получать более дешевые кредиты, нежели в банке. То есть это мы имеем в теории. На практике мы имеем квази-банковскую сеть, которая устанавливает практически такие же требования, как в любом из банков, и, собственно говоря, не зная с точки зрения каких-либо плюсов, то есть также зарабатывает на предоставлении кредитов, взаимов, и, собственно, какие кроме этого плюсы, и почему это является плюсом для экономики Кировской области, я не совсем понимаю. То есть просто, да, это немножко дешевле. Вот у меня ребята, мои партнеры, друзья, клиенты, с которыми мы работаем, они получали, на самом деле, поддержку, и в какие-то времена она им достаточно серьезно помогла. Но это требовало также достаточно таких вещей, и как профессионализм, и репутация, и так далее. То есть не сопроводив их, мы бы это не получили. То есть это практически так же, как в банке было. То есть так же залоги. То есть не по знакомству? Ну, требовало никаких репутаций. Элемент коробки отсутствовал? Нет, не по знакомству, но элемент репутации, кто за этим стоит, конечно, имело значение. То есть вот это раз. То есть реформирование этого элемента, наверное, да, имеет право на существование, но нужно понимать, что вместо этого мы получим. Реформирование корпорации развития Кировской области, да? Ну, для меня вообще непонятно, почему она, например, существует в форме ОАО, то есть акционерного общества, с целью которой является зарабатыванием прибыли. То есть, насколько я понимаю, было создано конкретно под управление технопарками, и оно должно, по идее, быть самоокупаемым, ну, грубо говоря, зарабатывать на неких конкретных коммерческих, как бы, видах деятельности. Ну, создание коммерческих структур для субъекта федерации, ну, не знаю, с точки зрения рыночной экономики, наверное, не совсем правильно. То есть там должны быть заложены, может быть, какие-то либо инновационные, либо какие-то формы, которые, ну, являются именно точками развития на будущее. Ну, скажи, пожалуйста, чтобы стать понятными для наших слушателей. Просто. На мой взгляд, она не реализовала ту функцию, которая была задекларирована на бумаге. И все эти организации, мы вчера с Константином Кропеневым штуксивно считали, вот, организации, которые так или иначе связаны с поддержкой бизнеса на привлечении инвестиций. Все ли они не достигли целей? Да. Я бы так не сказал. То есть, я думаю, что они как раз все достигли целей, но те, которые были неофициально задекларированы. А, вот хороший вопрос. То есть, например, корпорация развития Кировской области очень успешно освоила достаточно большое количество бюджетных денег. Федеральных? И федеральных, и региональных. То есть там было софинансирование, как я понимаю. То есть они были освоены, были построены. То есть с точки зрения стройки мы деньги заплатили, формы КС-2, КС-3 подписали. С точки зрения, например, какого-то человеческого капитала развития, с точки зрения развития этих инновационных форм, то есть тем, чем бы мы могли гордиться, там, по отношению, там, на встречах с другими регионами, я думаю, что нет. Мы не достигли ничего. Хорошо. Да, расшифровал нас Игорь Васильев. Навести элементарный порядок. Навести элементарный порядок. Но на самом деле это так. То есть навести элементарный порядок. И тут, на мой взгляд, является ключевым элементом контроля. Причем жесткий, регулярный, понятный, текущий, стратегический, на всех элементах, собственно говоря, контроля. И никаких личных договоренностей. Да, максимально, тут все личные договоренности. Максимальное использование вот этих, ну, ты меня понимаешь, да? Ну, вот, ты понимаешь, вот сегодня мы не успели, как бы, там, провести котировку, там, торги, там, да? Ну, ты вот продолжи стройку, как бы, да? Мы же потом все равно проведем. Все равно ты выиграешь вот по таким-то, таким-то, таким-то причинам. Вот и сегодня ты, как бы, и делал. Ну, мы не доработали, но ты и нас-то поймешь. Завтра снег выпадет, мы не можем делать. Вот без этого. И, к сожалению, тут, я думаю, даже на уровне... Ну, наверное, с другой стороны, и с другой стороны, это что касается, ты говоришь, исполнителя, а заказчик тоже должен вести себя прилично, и не говорить, давай мы быстро вот сейчас, потому что в районе приедем, ты галки-галку. Я так говорю, с точки зрения заказчика, я как раз с точки зрения заказчика говорю, он говорит, ну, что, вот нам поставили срок, нужно построить, там, вот, кто кому-то, да? Заказчик у нас чему? У нас бюджет, это деньги есть. Ну, ты, как бы, вот, сейчас не останавливайся, первый транш выстроил, там, да? Ты и второй построил. Как бы, ты денег-то, да, ему построил? Да к нам транш-то не пришел федеральный, там. Ты же понимаешь, вот, как бы, и вот это вот, ты меня понимаешь, оно, конечно, оно даже на местном уровне, даже на уровне регионального. В данном случае, когда не приходят транши, исполнители, то и строительная компания должна сказать, нет, дружок, вот сейчас мы замораживаем стройку, пока не придут деньги, строить начинку не будет. Получается так, и более того, они... Саботаж на государственном уровне. Ну, а почему-то так, что, то есть, но, они понимают, что в этом случае, условно говоря, в следующий раз не их позовут, позовут других, денег нет на рынке, там, да, то есть, условно, ты хочешь работать, работать вот до бюджетной деньги, мы там тебе маржу включили какую-то, там, больше, там, либо ты же понимаешь, что вот по этой смете ты все равно 9-10 экономишь. Вот эти вот вещи, они, конечно, некрасивые. Они все в рамках закона лежат, абсолютно все. И вот эта вот межтакая законодательная деятельность, ну, вот какая-то вот нахождение вот этих вот элементов, как бы, ну, скажем, формально соблюдение права, да, то есть, при том, что и объект сделан, оно на местном уровне не решит. То есть, это, в общем-то, общероссийский такой элемент, тренд. В общем, НЭП. В общем, НЭП. Вести элементарный порядок. Это особо... И, кстати, момент, я еще расскажу, я из меня все перебил. Вот. Я в свое время интересовался на заседании Общественно-конструктивного совета при Министерстве госимущества. Там выступал и в других профильных министерств, людей из Министерства экономического развития. И я им задавал вопрос. Я говорю, вот вы, как бы, заказываете аудит, да, получаете определенный отчет. Вы как на них реагируете, в общем? На эти отчеты? На эти отчеты. Которые вы заказываете? Они, ну, в общем-то, достаточно честно сказали, что о чем мы с ним сделаем. То есть, чтобы их регулярно контролировать, или же там, ну, элементарно, чтобы контролировать эти инвестпроекции, должны быть специальные люди, которые, ну, не просто там контрольно-счетная палата, которая раз в три года там прошла. А которые приедут, и если не соответствуют, закроют. Регулярно, да. И причем закроют сразу. Помнишь фильм «Мы купили зоопарк»? Нет? Да, помню. Всем рекомендую пересмотреть. Примерно об этом ты сейчас говоришь. Сейчас напрерется на две минуты, будет реклама, а через две минуты снова особое мнение Михаила Шевелева. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение высказывает руководитель Кировского регионального отделения партии «Гражданская платформа» Михаил Шевелев. Ну и еще про одну организацию, недавно созданную. На сайте мэрии было опубликовано постановление о создании при город-администрации координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвест-климата. То есть по всем фронтам идет улучшение инвест-климата. Работают люди. Целью заявлено привлечение бизнеса к выработке политики в сфере развития предпринимательства. Наконец-то привлечение бизнеса к выработке политики. В Совет вошли 19 человек. Бизнес-новости об этом пишут. Председателем значится глава администрации Перескоков. В списке есть Андрей Вавилов, и полномоченный по защите прав предпринимателей. Начальник экономического управления город-администрации Италии Катки Цук, не знаю, чем он занимается. Вице-президент ВТП Андрей Усенко, всем нам известный. И даже Валерий Турула, председатель Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, что вселяет на это. По согласованию. По согласованию. Что это значит? Что город, вот город решил выработать политику, стратегию и обозначить нам цели и путь в светлое будущее. И в вашем, скажем таком, маленьком аналоге существует очень важная для журналиста особенность. То есть вы прочитали содержание. То есть вы посмотрели, для чего этот совет создается и как, по идее, должно быть хорошо администрация, если он будет работать. Когда я зашел на сайт мэрии, я нашел два еще аналогичных документа, датированный 2015 годом решение, которое вот это вот решение отменяет, да, вот предыдущее. И еще есть июльское тоже 2015 года, которое предыдущее отменено, позапредыдущее. То есть организовать, расформировать и снова организовать. И самое главное, на мой взгляд, строчки-то не связанные с тем, что вот они подают, делают, собирают и так далее. А самое главное строчки о том, что в соответствии с законом о, я не помню, как называется, короче, о предпринимательстве Российской Федерации, законом от 2007 года. То есть этим законом предписывается, что муниципальное образование обязано создавать такие общественные советы. Вот они и создаются. А потом расформироваются. И объединяются. Понимаете, я не хочу как бы там как-то там капать. Возможно, они собираются, возможно, там работают, возможно, делают. Причем люди-то, которые здесь присутствуют, они на самом деле делают достаточно немало. То есть тот же Андрей Леонидович Усенко, тот же Валерий Труло. То есть тот же даже Александр Переспоков, собственно говоря. То есть они в ходе своей работы делают достаточно много вещей, так или иначе связанных с предпринимательством и инвестиционным климатом в городе Кирове. То есть вопрос только в том, что это должен быть общественный совет. Вот я сколько в общественных советах присутствовал, то есть работал в принципе, то меня вот больше всего радует общественный конструктивный совет при УФА. там есть содержательность, то есть там есть вектор, при котором этот общественный конструктивный совет нужен. То есть, во-первых, он работает с точки зрения того, чтобы готовить конкретные поправки для увеличения, для улучшения вообще конкурентной среды. То есть для улучшения законодательства, связанного с антимонопольной деятельностью УФА. То есть, и соответственно, там эксперты чувствуют себя востребованными, потому что наши мысли, наши идеи, наша работа, она так или иначе воплощается. Вот я чувствую, что она там была в четвертом пакете законов, которые УФА предложила. Давай вернемся в город. Ты веришь в то, что этот совет координационный будет? То есть я в данном случае не верю, просто, ну, скажем так, по форуму. А зачем все эти уважаемые люди подписались по городу? Потому что он должен был. А они-то зачем туда пошли? Они же могли сказать прекрасно, мы не пойдем, потому что работать вы все равно не будете, слушать нас вы все равно не станете. Светлана, других нет. Вы посмотрите, вы... Ну, нет и нет. Вот пускай вы продемонстрировали, что мы не верим в город, не будет работать ваш координационный совет, слушать нас не станет. Так дело-то не в этом. Дело в том, что он может работать. То есть может быть назначены заседания, может быть поставлены вопросы, могут быть по ним, ну, выслушаны мнения. Но самое противное, что в основном это было сделано для галочки. То есть и таких вот элементов для галочки у нас, к сожалению, очень много. У нас время тратится, на бухучёт и на заседание, у нас, к сожалению, очень мало времени тратится на то, чтобы создать реальный, скажем так, механизм, который приносит реальные действия, реальные деньги, реальную добавленную стоимость. То есть вот, и возможно, этому способствовало достаточно безбедное, и я бы считал, что очень хорошее в финансовом отношении жизнь последнего десятилетия, ну, 2002-2003, 2012 год, то есть есть деньги, есть возможность, вот эти вот, как бы, возможность заниматься инвестициям, там, и, соответственно, самое-то плохое, что вот это вот отсутствие социальных лифтов, а их на самом деле нету. То есть ведь, ведь вы слышали, вот прежде чем вот это вот, например, вышло, что приглашаются люди, неравнодушные, там, общественное, предпринимательское, там, сообщество, для того, чтобы предложить своих кандидатов. Нет. Вот, у нас, например, от УФАСа всегда приходит письмо, ежегодно, о том, что планируется работа на следующий год Общественно-консультивного совета. Если у вас есть свой кандидат, мы просим вас предоставить, и он будет, его кандидатура будет рассмотрена для включения в ФОКС, Общественно-консультивного совета. Вот здесь ведь этого не было. Здесь люди, которые так или иначе, ну, в силу своей деятельности постоянно пересекаются с администрацией Кировской области. и ждать от них, что они начнут как бы сыпать идеями, там, какими-то вещами, да и с другой стороны, администрации это не надо. Потому что любая инициатива, я вас уверяю, и вы знаете, да, она имеет такой побочный эффект, сжирает время тех, кому она предназначается. То есть, условно говоря, есть инициатива у населения, кому надо работать в администрации. Есть инициатива у предпринимателей, кому надо работать в администрации. Чем больше таких инициатив, тем больше надо работать. Почему это должно случиться, я даже вот не понимаю. Потому что ты не понимаешь, это ладно, они ведь не понимают, зачем это должно произойти. Да они-то понимают. Но у них есть вот между, вот на этих двух весах, да, работают для предпринимателей и для народа. И я уверен, что они бы очень хотели. Но на других-то весах у них есть обязательства. Бюджетные обязательства. Есть обязательства перед оригинальной властью. А что это все такое? Вот это вот все. Народ и обязательства. То есть, вот что, народ понятно, я, ты, Денис Князев, звукорежиссер, понятно. Человек движется по пути не меньшего сопротивления. А вот это вот обязательство, это кому? Или к чему относится? Оно и есть сопутствующий вектор, который нельзя нарушать. А попроще? Ну, я не знаю. Вот я чиновник, занимаюсь тем, что у меня, любой чиновник, встроен вертикаль власти. Мне поставлена задача, я ее должен выполнить. Вот как сделать эту вертикаль максимально ориентированной на жителей Кировской области, это большой вопрос. Это вообще большой вопрос. То, что она... У нас все формы есть. У нас есть вообще все формы для того, чтобы учитывать мнение общества, предпринимателей и так далее. Вопрос в том, если мы не учтем, что будет там? Ничего из этого не будет. Соответственно, человек, существо достаточно прагматичное и рациональное. И если мне за это ничего не будет... То есть ата-та не наступит? Ата-та не наступит, то... Значит, это так хорошо. Значит, кто-то должен сказать ата-та, что вы не слушаете этих людей, которые... Конечно. Должна быть конкретно ответственной. Насколько я знаю, например, на Западе есть ответственность, когда чиновникничает личную ответственность. Ну, условно говоря. Я пришел, эту справку, и ты мне не дал. Соответственно, я поняту какие-то убытки. Я на тебя в суд подал, ты мне заплатил лично из своего кармана, не из кармана администрации. То есть уже будет думать. Собственно, мне что, распоряжение начальства выполнить, как бы, да, по подготовке какой-то ненужной очередной справки или по отношению к человеку, который пришел со своей насущной проблемой. Вот этот уровень ответственности чиновника, он, конечно, на сегодняшний день выстроен так, что он ответственен только своим рабочим местом по отношению к вышестоящему руководству. Зачем вообще что на конфликте у нас стоило? Ни к чему. У меня один вопрос остается, мы сейчас завершаем уже нашу программу, все-таки я его уже тебе задавала, все эти уважаемые люди, Лавилов, Усенко, Туру, зачем мне подписываться на такие вещи? Можно я не буду отвечать на вам? Ну, они сами ответят, мы их пригласим и сами скажем. Может быть, все прекрасно, может быть, вот все начнет развиваться, привлекаться инвестиции, малый и средний бизнес просто расцветет пышным цветом, как клумба в нашем городе. Ну, можем закончить этим, конечно, но на мой взгляд, вот это вот элементы всей поддержки, да, малого и среднего бизнеса, они достаточно лукавы, потому что, если брать в масштабном, как бы, рассмотрении, то, куда нам тратятся бюджетные средства, и то, за счет чего достигаются основные показатели, например, там, ну, различных форм эффективности, да, то мы увидим, что эти средства легче дать одному большому крупному предприятию и, собственно говоря, получить понятный значимый эффект, который он отчитался. Зачем вкладываться в тысячу мелких или можно в одно большое вложиться? По цифрам будет то же самое. И, вот, как поменять эту философию на то, чтобы работать снизу, смотреть на низ и когда за тобой стоит, ну, реально, собственно говоря, ведь самая сильная политика кто? За которым стоят реальные, как бы, люди, которые их уважают, ценят, и, ну, их выбирают, там, из раза в раз. А вот, у нас ведь, как бы, немножко другая система-то. И, мы с тобой, сколько бы тут ни обсуждали, я думаю, что сломать эту систему будет очень тяжело. мы в своих силах, например, дать нормальную экспертную оценку тем или иным фактам и, собственно, порекомендовать, что и как можно делать. И потратить свое личное время на то, чтобы где-то улучшить, там, экологическую составляющую, где-то финансовую. Я вот сразу вспомнила, что общественная палата, рекомендуем, через месяц собирается опять рекомендуем, через месяц опять рекомендуем. Сейчас у нас очередное будет собрание, там, как раз, экологического комитета. И вот все эти рекомендации, которые рекомендуют, я-то знаю, что ничего не случилось и не произошло на уровне города. Эти рекомендуем, они просят, понимаешь, мусорное ведро, мусорное ведро уходит. Вот и все. Некогда обсуждать, прости, пожалуйста, что на моей реплике это все заканчивается. Будет ли лучше, скажи. Конечно, я оптимист. Отлично. Михаил Шевелев, руководитель Кировского региональной партии, отделения партии Гражданской платформы, это его особое мнение. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.